Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы, как думаете, как перестать бояться гинекологов, не могу ходить на прием к ним, боюсь, что на меня будут орать, что я старородящий, мне бесполезно что-то пытаться исправить. Ну, смотрите, я думаю, что, во-первых, вы как-то как родители воспринимаете врача, это первое. Второе, совершенно очевидно, что у вас либо был, да, либо очень непосредственно сталкивается с этим опытом, когда на вас кричат. Ну, когда на вас кричит врач, вот, я думаю, что вот такой опыт, кто вот у вас есть, да, он неприятный, этот опыт он ясный, вот, и, ну, если есть вот у вас, скажем, ну, вот, чувства такие, то есть, ну, чувства боли, вот, от того, что вот, от того, что происходит, да, от того, что вот могло бы происходить, от того, что вы испытывали, когда вот это, ну, происходило. Вот, есть вот, есть вот какая-то болезнь от этого, то имеет смысл это прожить, потому что вам это вношает, вот, имеет смысл это проживать, потому что, ну, опять же, вам это вношает очень, очень сильно. Вот, вот, это, ну, такой аспект. И еще один важный аспект, мне кажется, заключается в том, что вы стыдитесь, то есть вы стыдитесь, у вас есть стыд. За свое состояние, скажем, скажем, скажем так, это сам стыд. Стыд, это чувство, это про подавленную злость, вот, это про другие, некоторые другие, некоторые другие чувства, которые... у вас есть, которые у вас могут быть, которые вы, опять же, подавляли. То есть стыд, это вот именно про... ну, про подавление, в первую очередь, конечно. Вот. Что стыд, стыд, это вот... Это вот именно история про подавление себя, это история именно про подавление вот того, что вам как-то хочется, это история про то, что я не могу быть собой и так далее. Вот. Следующий момент, на который, наверное, вот как-то... ну... как-то нужно обратить внимание. Это момент, касающийся значения для вас... ну, ребёнка. В прямом смысле этого слова, какое для меня значение имеет родение ребёнка. То есть сейчас вот я хочу, да, по словам говоря, ради... ну, что для меня это... что для меня это значит? Ну, потому что, опять же, на мой взгляд, на вещи нужно смотреть реалистично. Вот. И... Как-то вот, ну, понимать и допускать... В какой-то степени, что... сейчас, например, в ближайшее время, например, да, может быть, так вот случится, что вы не сможете родить. Ну, что у вас вот просто такой возможности не будет. И очень важно, чтобы вы вот к этому старались не загадить. Вот. Очень важно, чтобы вы вот старались перенаправлять себя на себя же. Вот. То есть то, чтобы вы старались, ну, как-то вот... ну, своей жизнью. Своей жизнью жить. Вот. Вот. А если... ну, если будет возможность такая вот, если у вас появится там, например, ну, мужчина, да, допустим, вот, то хорошо, замечательно. Вот. Но если не появится, то вот... Слушай, как бы, чтобы вы не переживали. Вот. То есть вы здесь вот, центрируетесь на своём... на своём возрасте, да, кстати. И, кстати, ещё тема возраста. А... Ещё тема возраста. А... ну, как-то вот присутствует. Вот. Эээ... на мой взгляд очень видна совершенно от АНДП. Вот. То есть, ну, тема, вот, именно тема того, что я именно вот старородящий, как вы говорите. Вот. То есть тут вы пытаетесь в этом смысле... Как-то вот... ааа... ну... Решить свою проблему вот именно... Ааа... ну... Эээ... проблемы своих комплексов. Скажи. Скажи. Вот. И... в общем-то, на мой взгляд, ну вот... Ээээ... как-то... Эээ... ничего хорошего... Эээ... в... 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 в этом... да? Эээ... для вас. Эээ... я не вижу. Вот. А слова совсем ничего хорошего. Ээээ... вот. Потому что вы себя как бы попали дискредитировать просто. Ну ничего, а удивительно если вы, ну допустим, если вы одна, да, как бы вот, если вы одна справляетесь в этой ситуации, то ничего удивительно или нет. В том чтобы, ну, в том чтобы так реагируются на это. Ну если вот допустим, как-то спрашивать, можно ли вам помочь, как не бояться, то наверное в первую очередь здесь важно увидеть то, от чего вы боитесь? Да, как бы. То есть вот что такого страшного может происходить? То есть вот всем закручиваем опасность. Ну, для вас, чем заключается вопрос, ну конкретно. Ну вот, чем вы видите для себя опасность. Я думаю, что ответить на этот вопрос вам, для вас будет означать, что вы делаете шаги в сторону того, чтобы лучше себя понимать что ли. Что-то. Вот. Как-то, как-то так вот, наверное, надо сказать. А, вот. Как-то так вот, наверное, надо сказать. Если вы трагиваете тему довольно интимную, да. Те врачи, о которых вы говорите, это врачи, которые взаимодействуют с этим интимным. Такой сферой человек себя, ну, само собой чувствует. Очень удивимо. Ну, в определенном, в определенном положении. Человек чувствует себя очень уязвимо. А если у кого-то есть проблема принятия, допустим, своего тела, да, то есть вот, если человеку, ну, если человеку как-то, как-то вот сложно свое тело принять, да, то это вдвойне, это вдвойне проблема, конечно. Поэтому, очень желательно, вот, чтобы вы, если, вот, ну, если вы свое тело, например, не принимаете, да, ну, по какой-то причине. Вот. То, чтобы вы делали что-то для того, чтобы его приняли. Ну, то есть, там, вне к психотерапии или личных неростов, вот. Сосредоточи, сосредоточи на цели. То есть, сейчас, вот, конкретно, конкретно для чего, например, я иду, да, к, вот, ну, к врачу. Ну, допустим. Да, то есть, зачем я иду, к врачу, да, например, чтобы, как-то вот, ну, допустим, чтобы мне подчеркнули, мою значимость, да, там, например, мою, я не знаю, полноценность, полноценность, не полноценность, да, к примеру. Вот. То, ну, понятно, что довольно легко будет, ну, вас как-то вот задеть, потому что, ну, любое какое-то неосторожное. Действие, вот, в стороне врача, да, ну, вот, ну, причинит вам боль, к сожалению. Тут нужно, вот, на мой взгляд, стараться, ну, по возможности быть устойчиво, ну, обращаться, скажем так, вот, учиться обращаться. Ну, вот, не управлять их в себе, а именно, вот, выражать и проживать. Вот. Ну, есть, есть, вот, а, такое ощущение, да, а, есть такое чувство, что вы, вот, чувство-то, как раз, не обоживаете, а больше, ну, по большей части, то есть, а многие вещи происходят в себе. И в этом, ну, на мой взгляд, ничего хорошего нет. Потому что, ну, вот, ну, вот, ну, вот, вредите вы себе таким образом, вот, вот, вот. И, ну, накапливается, вот. Болезненность накапливается боль, накапливается негатив, а вот и само собой все это передастает в страх. Вот, но к сожалению опять же повторяет как бы вот, если вы подавляете себе что-то, подавляете себе злой агрессивой боль, вот, что это вот, бросается в том смысле. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать с собой работу, я желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...